Доброе утро, уважаемые трейдеры! Снова освежаем в памяти, что является для нас сейчас ключевыми катализаторами для движения финансовых инструментов всех сегментов финансовых рынков, начиная от сырья и заканчивая криптоактивом. Друзья, прошлая торговая сессия оказалась крайне интересной по волатильности для британца. Я объясню и расскажу, с чем был связан такой резкий аптренд, продолжение восходящего движения. Может быть кто-то уже нашел информацию, если не нашли, я расскажу. Самое главное, то что британец у нас добрался практически по пункту до нашей с вами цели 1.40, сейчас немного скорректировался. Актуальные котировки 1.39.80. Но то, что фунт заряжен на продолжение ралли, мне кажется совершенно истинная, собственно, сейчас динамика и то, что не должно подвергаться сомнению. Возможно, в игру сейчас вмешалась уже и техника, потому что сопротивление 1.40, но с точки зрения просто значимости этого рубежа, должна предполагать какую-то коррекцию. Может быть эта коррекция затянется на еще несколько десятков пунктов, может даже сбить пару фунт-доллар снова в район поддержки 1.39, но я все-таки с большей вероятностью сейчас вижу развитие дальнейшего роста и закрепление пары выше отметки 1.40. И новостной фонд этому явно благоприятствует. Что касается других финансовых инструментов, особо интересной динамики у нас не было. Все в рамках ожиданий, в рамках предполагаемых движений и, соответственно, с тем новостным окружением, которое есть. Давайте начнем с нефти. Здесь мы констатируем закрытие прошлой торговой сессии на уровне 69.21, сейчас котировки чуть повыше 69.38. Ну как ни крути, несмотря на то, что нам очень хотелось уже давно видеть бренда ниже, гораздо ниже 70 и поближе к 65 как минимум, вот эти свойства, которые мы характеризовали как магнитные у сопротивления 70, они пока держатся и не позволяют продавцам активно навалиться сейчас на этот актив. Из новостного фона и того, что интересно у нас было над неминувшим, собственно, рынок подрос на комментариях министра нефти Саудовской Аравии о том, что ОПЕК, разумеется, в содружестве с прочими крупными производителями, не против рассмотреть возможность продления действия соглашения по снижению добычи дали 2018 года. И здесь тоже хочу сделать ремарку, друзья, как такового, такого прям прямого комментария не было. Это возможно. Очередные, скажем, домыслы тех, кто следит за нефтянкой, может быть, неправильный перевод. Я нашел цитаты от первого источника, смысл там немножечко в другом. В частности, министр нефти Саудовской Аравии сделал акцент на то, что все участники энергетического пакта должны оставаться на пути совместных солидарных усилий и действий, которые направлены на поддержание рынка. И, возможно, собственно, нужно будет придерживаться, опять же, подобных взглядов после того, как истечет соглашение. Это уже, скажем, практически дословный перевод в 2018 году. Ну, если вы относитесь к категории тех трейдеров, которые покупают нефть, возможно, вам больше отвечает, опять же, первая комплектация. И хочется верить в то, что разговоры о продлении соглашения будут, скажем, ускорителем для восходящей динамии нефти. Но я тут же хочу вам напомнить, друзья, не забывайте о том, что высокие цены на нефть сейчас, особенно на таких уровнях, явно не нужны представителям ближневосточного картеля. Потому что столь высокие показатели по стоимостной конъюнтуре, то есть такая дорогая нефть, это то, что способствует росту активности в той же самой Ганаде, Бразилии, ну и, конечно же, в Соединенных Штатах Америки. То есть это те регионы, которые наглым образом, но абсолютно не нарушая ни из-за него пакта, никаких соглашений, никаких договоренностей могут увеличивать производство нефти. Соответственно, ближневосточный картель пока действует в рамках соглашения, вынужден смириться с тем фактом, что фактически их действия и стали таким голодком воздуха для производителей конкурентов. Ну, это действительно так. И, может быть, после подобных комментариев рукоплескали представители США, потому что у них есть возможность наращивать объемы добычи не только в этом году, но и такими стараниями можно будет замахиваться даже на более поздние периоды. То есть далее, с 2018 года, ориентируясь уже на планки по добыче свыше 11 миллионов в баррелей и уже претендуя на место номер один, скажем, по объему добычи, тесняв уже и Россию. Что касается, собственно, других факторов поддержки, можно отметить, поскольку мы работали с первой торговой сессией недели, что рынок резонировал еще от прошлого отчета Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Вслед за их ростом на 10 единиц на позапрошлой неделе, получается, их количество хотелось на 5. И, по идее, конечно же, снижение показателей общего количества платформ является признаком замедления активности сланцевых производителей. Но я советую такие выводы не делать, потому что тот же самый отчет, который был опубликован в минувший четверг по объему добычи нефти США, когда производство выросло на 280 тысяч, то есть фактически мы вернулись к показателю по добыче, который был утерян уже три недели назад. И работаем снова с очень высокой планкой в 9,7 миллиона. Поэтому я напоминаю вам, что как никогда сейчас близки цели и самой администрации энергетической информации, и прогноз Международного энергетического агентства, который считает, что уже, возможно, в середине этого года в Штатах будет добываться 10,4 миллиона. Эти цифры оправданы, потому что с учетом такой выработки, конечно же, и с учетом таких высоких цен на нефть, рынок США нефтяной будет развиваться, что в конечном счете будет приводить к тому, что общие показатели исландцевой добычи и традиционного нефти пурения в совокупности дадут тот показатель по производству, о котором мы говорили. Поэтому нам остается ждать снова следующих отчетов сначала от Американского института нефти. Кстати, сегодня уже он будет публикован, но, правильнее сказать, в переходе с авторника на среду, 0,030 по московскому времени. И завтра нашему вниманию будет представлен отчет администрации энергетической информации, где мы снова посмотрим и последим за динамикой нефтедобычи, то есть по росту этого показателя и того, насколько больше в Штатах нефти стала добываться. Возможно, в этот раз рынку будет достаточно, чтобы вернуться к прежним медвежьим сигналам и тому, чтобы снова развивать коррекционную динамику. На текущий момент держимся основу возле 70 долларов за баррель. Рубль 56,52, все без изменений. Европейская валюта торгуется на отметке 1,2257, тоже не особенно далеко мы ушли с времени нашего вчерашнего грифинга. Евро в целом не демонстрирует сейчас ни рост, ни коррекцию. Я думаю, что вот эта выжидательная позиция трейдеров, которые сейчас засели в евро, она сохранится под четверг, потому что четверг суперсобытие для еврозоны и для тех, кто торгует евро. Четвертое заседание ЕЦБ, публикация процентных ставок и озвучивание позиций Европейского центрального банка по тем изменениям, которые будут применяться в рамках монетарной политики. И всех интересуют, конечно же, перспективы программы количественного смягчения и возможное изменение процентных ставок. Чтобы далеко не отходить от евро, я не хочу, чтобы вы питали каких-то избыточных ожиданий по поводу того, что по евро может случиться. Конечно же, никто не знает, где в итоге четверг закроет европейская валюта, но я все-таки думаю, что Драги, который будет выполнять функцию такого рыночного стабилизатора, признает тот факт, что обсуждение рынка более скорых периодов сворачивания программы количественного смягчения, они немного преувеличены. И Европейский центральный банк не давал, очевидно, сигналов того, что что-то в этом плане будет происходить и меняться. Ну, единственное, что комментарий был о том, что если инфляция резко вырастет и экономическая картина, ну, прочие основные макро-показатели будут исключительно восстанавливаться и расти, тогда к этому вопросу, может быть, и обратятся. Но мы знаем, насколько сейчас остра проблематика с показателем инфляции и понимаем, что, скорее всего, Драги предпочтет снизить давление, которое сейчас оказывается на экономику в целом, на лично его окружение, на монетарный кабинет и снизить давление посредством мягких или, как говорят, на рынке голубиных комментариев. То, что политика сейчас должна по-прежнему быть сконцентрирована на текущей программе количественного смягчения, низких процентных ставок, потому что они еврозоне реально помогают. И в виде того, что происходит с экономикой, мы понимаем, что это не какое-то экономическое чудо, это результат полномерных действий в рамках мандата ЕЦБ, но это действие, которое укладывается только под один возможный при текущих реалиях режим. Это мягкая экономическая политика. Поэтому, друзья, если расчеты будут верны, мы получим, конечно же, страшный день влаченности. Я уверен, слишком острого внимания трейдеров к этому событию. Но, в конце концов, европейская валюта должна все-таки образумиться и спуститься как можно ближе к отметке 1,20. Доллар японская иена у нас по этому дают активы в настоящие качели. Мы делаем по 60-70 пунктов в обе стороны. Скажем, день назад у нас снова были потери, которые несла американская валюта. Сегодня мы на азиатской сессии видели, как доллар и иена активно снижалась, скорее всего, в преддверии заседания Банка Японии. После того, как Банк Японии отчитался о монетарной политике и, скажем, озвучил рынку все, что можно было озвучить, и все, что ему нужно знать, мы увидели разворота по этому активу. Сейчас котировка чуть выше 110.60. Все-таки довольно странно, если честно, наблюдать доллар на столь низких значениях сейчас с учетом очень высоких показателей доходности трежи, из которых держится выше отметки 2,6. Это максимальный уровень с 2014 года. Собственно, то, что доллар был под некоторым давлением, это могло быть следствием проясновки работы правительства в США. Как вы знаете, в конце прошлой недели мы ждали решения, что Сенат и Палаты представителей республиканцев и демократов договорятся, но не договорились. Суббота, собственно, правительства и госучреждения не функционировали, не работали. В понедельник очень большая надежда была на то, что стороны, которые участвуют в этой дискуссии, смогут хотя бы принять решение как о срочном финансировании. И это решение, друзья, было принято. На три недели продлили финансирование. Собственно, через три недели мы вернемся к этой теме, к этим обсуждениям. Лишь выиграли время на текущий момент. Но новость эта пришла только под закрытие, скажем, торговой сессии по московскому времени. И поскольку рынок до оглашения, до принятия вот этого позитивного решения законодателей работал в условиях серьезного такого риска, мне лично было крайне удивительно наблюдать то, что американский фондовый рынок не дал ни намека даже на процентную долю коррекции. Это еще один, друзья, очень тревожный знак, потому что американский фондовый рынок продолжает покупать даже с учета наличия негатива. В этом рынке сейчас очень много, скажем так, глупых денег, которые не хочется делать акцент на трейдеров, на инвесторов. Но я думаю, что вы понимаете, чем чревато наличие, скажем, вот этой денежной массы, ликвидности, крайне нервно настроенных от трейдеров. Инвестор, который не разбирается в политике ценообразования и вкладывает в инструмент только по одной из причинений, потому что он растет на малейшей коррекции, конечно же, будет первым, который тут же начнет вытаскивать деньги из этого хосектора. Поэтому, как только, не знаю, каким сигналом может стать сигнал коррекции для американского фондового рынка, для меня это большая загадка, потому что американский фондовый рынок не отреагировал даже на приостановку работы правительства. Не знаю. Если бы был какой-то ориентир, я бы обязательно с вами поделился, то есть какая-то новость либо событие. Но вы должны иметь в виду, что при малейшей коррекции реакция на виде распродаж может последовать практически на что угодно, может обернуться очень серьезным сокращением длинных позиций, выходом капитала и усилением вот этой негативной динамики. Про то, что американская фонда перекуплена, я говорил уже не раз. Думаю, что вам нужно просто самим принять решение, где вот этот потолок, если вы его видите, может быть, на уровне фибр каких-то душевных чувствуете. Но я полагаю, что американский фондовый рынок уже давно должен потерять не меньше пяти, а может быть, даже больше процентов капитализации. И жду, в принципе, ну не то, чтобы с минуты на минуту, но со дня на день. И если вот с открытия сегодняшней торговой сессии рынок провалится на 10%, друзья, я этому грамм надеюсь. И то, что это возможно, конечно же, сигнал, чтобы вы были осмотрительны и, по возможности, сейчас не занимали длинные позиции. Фонд против американца. Мы уже, в двух словах, в принципе, начали обсуждать то, что происходит с британцем. Здесь стоит отметить, что фонд, конечно же, заряжен на ожиданиях компромиссных взаимовыгранных решений, которые будут приниматься в ходе следующего этапа переговоров по Брэкзиту, сейчас фонд еще растет на неподтвержденных данных о том, что, скажем, стороны, которые участвуют со стороны Англии в переговорах по Брэкзиту, допустили возможность принятия режима, скажем, переходного режима Брэкзита, то есть согласились и с свободным передвижением, и с таможенным союзом, и признали юрисдикцию Европейского суда по правам человека на территории Англии. Это с чего начинали, собственно, Брэкзит, да и против чего сначала и объективно выступала сторона переговорщиков Англии и Тереза Мэй. Ну, и эта информация еще не подтверждена, друзья. Если в конечном счете окажется, что источник железный, скажем, проверенный, это действительно так, это самый настоящий прогресс, переговоры по Брэкзиту и фактически чуть ли не финишная прямая, и достаточно позитивный, учитывая, как остро шли вот эти переговоры и дискуссии, поэтому фунт реагировал серьезным ростом, я думаю, что рост продолжится, потому что завтра у нас статистика по зарплатам, уверен, что зарплата снова снизится. По прогнозу даже мы ожидаем снижение с 2,5 до 2,3%. Напоминаю, что снижение зарплат на фоне высокого показателя инфляции, это сигнал для того, чтобы Банк Англии рассмотрел возможность повышения процентных ставок. Соответственно, ужесточение политики – позитивный фактор для британцев. Ждем движения выше отметки 1,4. Еврофранк давненько мы не обращали внимания на эту валютную пару. Когда-то я давал вам в качестве ориентированных целей 1,15 и 1,16, мы их уже давно превысили котировки на текущий момент практически уровень 1,18 и движение восходящего продолжится вверх. Я думаю, что в середине этого года мы будем на отметке 1,20. Если вас интересует, скажем, долгосрочная сделка, фактически стопроцентная, потому что здесь мы понимаем, что в игру и противодействие вот этих двух активов замешаны четко понятны непрогнозируемые монетарные режимы. То есть в данном случае мы знаем позицию Национального банка в Швейцарии. Вчера господин Жоргин, который возглавляет Национальный банк в Швейцарии, подтвердил, что при текущих показателях низкой инфляции нет необходимости отказываться от мягкой экономической политики и крайне низких процентных ставок. Вы знаете, у них сейчас самые низкие по депозитам в рамках Швейцарии среди всех развитых регионов. Это оказало воздействие на пару. Мы видели в моменте прирост на 50 пунктов и думали, что цель 1.18 у нас сдастся уже в ближайшие часы. Доллар канадец на отметке 1.25, но здесь без изменений, друзья. Ждем два катализатора. Либо ослабление нефти, либо все-таки отработка того сценария по отчету по инфляции в пятницу, о котором мы говорили. Соответственно, снижение индекса потребительских цен может быть очень серьезным драйвером для движения пары доллар-канадец, восходящего движения. И ждем мы эту пару на отметке 1.27, 1.28. Что касается рынка криптовалют, самая настоящая дежавю. Кротировки снова идут вниз. Биткоин торгуется на уровне 10 с небольшим тысяч. Вот, я думаю, окажется ниже поддержки в 10 тысяч. Риплок также не хочет расти. Эфир корректируется, да и вся крипта идет следом за биткоин. Негативное медвежье настроение снова доминирует. Это может быть связано еще с решением американской комиссии по ценным бумагам СЭК, которые оказались регистрировать ETF, контрактный биткоин. Запросов было очень много со стороны разных площадок. И аргументировали эту позицию тем, что рынок по-прежнему крайне нестабилен. Рынок крайне непрозрачен, нерегулируемый. И, соответственно, рынок, который небезопасен для трейдеров и инвесторов, то есть не соответствует параметрам защиты собственных инвесторов, которые определены и установлены со стороны биржевых регуляторов. Ну, может быть, это не такая уж и супер новость. В принципе, это было ожидаемо. Возможно, трейдеры готовятся уже к экспирации первого фьючерсного контракта на Чикагской бирже. Эспирация пройдет уже в эту пятницу. Считается то, что прошлое падение, которое мы наблюдали неделю назад, было связано с экспирацией первого контракта на, скажем, другой бирже. То есть сбоя, которая запустила фьючерсный контракт первого, немного, на полторы недели, по сути, определила Чикагскую биржу. Если расчет того, что именно это стало триггером для распродаж, был верен, то есть цены вернули к, скажем, о ценных фьючерсах, попробовали вытащить к спотовым контрактам, которые были, и те, которые цены закладывались изначально в фьючерсный контракт, собственно, те цены, которые мы увидели уже на спотовом рынке, их срегулировали в обратном направлении. Ну, это обычная практика для рынков фьючерсов. Обычно формируются гэпы, если смотреть на непосредственно контракты данного сегмента финансовых рынков. Ну, фьючерсы на биткоине, это все-таки еще немного уникальный контракт, удивительный. Ну, может быть, эта логика тоже работает. Проверим в эту пятницу, когда будет экспирироваться еще один контракт. Если рынок снова серьезно просядет, тогда у нас будет вполне подсказуемый, негативный, движущий фактор на перспективу и на будущее. Из важных событий, друзья, сегодня мы ждем индекс оценки экономических условий от института ЗЮП в Германии. Вряд ли этот отчет сможет спровоцировать интересную динамику по евро. Даже если бы мы наблюдали очень хорошие цифры, так же, как и очень плохие трейдеры не будут торопиться сейчас с занятием конкретного направления перед заседанием Европейского центрального банка. И, скорее всего, торги по евро-доллару так и будут в диапазоне 1,22-1,22-1,7 в ходе до четверга. Ну и также в 00.30 минут по московскому времени, то есть ранней ночью, можно сказать, в среду, выйдет отчет от Американского института нефти по запасам. В нем мы уже поговорим завтра, как всегда, в прямом эфире через перископ на нашем брифинге, который проходит каждый день в 9.30 по московскому времени. Друзья, большое всем спасибо, кто смог присоединиться. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо за ваши лайки и комментарии, которые вы оставляете, что в перископе, что на канале на YouTube, что на форуме. Действительно, это, скажем, позитивный момент, это явное одобрение контента и мотивирующий, что ли, стимулирующий фактор для того, чтобы мы продолжали готовить для вас видеоматериалы, чтобы вы всегда оставались на передовой всех самых интересных новостей из мира финансовых рынков. Этим, собственно, и занимаемся. На этом все. Всего доброго. До свидания.